Добрый день, Россия! Меня зовут Эрик Шрайков, и сегодня мы находимся в городе Москва. Да, это второй ролик с этой локацией. Все потому, что мой оператор находится только в Москве. К сожалению, мой первый — Петя. Помните? Джестер, помните? Вендер — это все один и тот же человек. Сейчас он снимает Бравл Старс, и это не Рофл. Он переехал в Сочи, потому что ему там больше нравится. Сейчас у меня оператор только в Москве — это Егор Факинг Морин. Это видео про ответы на вопросы. И первый же вопрос, почему так мало роликов, спрашивает Адел Гризли в Инстаграме. Все потому, что я очень сильно начал заниматься супершоком, и на самом деле очень сложно контролировать то и то, то и то. Еще и стримы. Поэтому от стримов я чуть-чуть отказываюсь, но от роликов я не должен. Поэтому сейчас мы записали за два дня два ролика, и мне кажется, это уже хорошо. Кстати, насчет количества роликов. Я сделал пост в Телеграм, где я расписал все свои ролики, которые буду снимать. Я так практикую уже давно. Это уже четвертый, наверное, такой список. Поэтому вы можете посмотреть, что будет в этом месяце. Да, роликов 10. За последний месяц я выпустил всего 5. Это x2 хуже, чем я должен публиковать. Я в долгах. Но в любом случае сейчас мы все будем делать. И как только я приезжаю в Питер, мы сразу записываем новые ролики. У нас сейчас планируется сотрудничество с первой командой киберспортивной. мы будем спонсировать одну команду. Мы будем на джерси. Я так жду момент, когда самешок будет на джерси, и такой уже будет. И эта команда занимает чуть-чуть ближе-ниже 150 мира. Поэтому ждите. Надеюсь, все получится. Реальное крутое событие. Помните эту идею, о которой я говорил? В таком же вопрос-ответе. Такие же ролики выходили. Я говорил про идею клатч-карты. Наконец-то мы ее реализовали спустя год. Понятное дело, весь год человек не работал на ней. Он брал большие паузы. Просто время ожидания было год. Этой картой занимался человек во имени ансимис. И она получилась. Все успешно. 300 тысяч скачиваний за последние три недели. Это хороший показатель. Мы были топ-1 в стиме, в воркшопе. И сейчас вроде держимся тоже на топовых позициях. В целом, все неплохо. Если вы еще не пробовали, посмотрите мой ролик про эту карту. Вам она зайдет. Наконец-то можно повторить два момента про игроков. Так что можно выписать одну мою идею из обещаний, так как она осуществилась. Ты сейчас получаешь в Собиршоке больше, чем вложил. То есть окупился или еще много затрат на это идет. Сейчас у меня официальная зарплата на Собиршоке ноль. Понятное дело, иногда я трачу какую-то сумму от выручки. От прибыли точнее. Но в целом у меня своей зарплаты нет. Все деньги, которые мы получаем, мы реинвестируем во всякие Роллс-Ройсы и так далее. Сейчас у Собиршока хороший момент. Мы продаем достаточно примок. Многие люди начинают нам доверять. И это очень хорошо. Вот только ветер нам не доверяет. Почему скрываешь свой возраст? Это все я делаю потому, что мне еще нельзя водить машину, и чтобы не было бы лишних проблем. Сколько всего талантов на Кибершоке? Сейчас я тебе покажу скриншот наших показателей, сколько талантов, сколько про игроков, если тебе это интересно. Я, если что, к слову, талант. Можете меня осуждать. Но зато я не админ какой-то. И у меня все привилегии такие же, как и у обычных игроков. Потому что я не накручивал себе опыт, и у нас вообще-то не накручивается. То есть у нас все очень серьезно в этом плане. Пытаемся не брать пример, сами знаете, из чего. Кто такой Гусын Гасанов? Это очень сложный вопрос. Не знаю, зачем мне это задают. Но я правда не смогу ответить на этот вопрос. Это очень сложный персонаж. Я его ассоциирую с красным геликом, с Роллсом. Больше ничего не знаю про него. Точнее знаю, но это ничего мне не дает. Это очень... Это, наверное, вопрос нужно задавать, что, где, когда. Потому что... Загадка. Когда будет новая карта в таком режиме, как Among Us? Спрашивает Rinox. Да, это хороший вопрос, потому что мы выпустили Scaled. Это самая популярная карта в Among'е. После этого выпустили Дворец Гейба. Ну и третья карта — это Polus, которую мы уже сделали месяца три назад. Мы почему-то не публиковали. Поэтому следующая карта — это будет Polus. Я понимаю, что сейчас этот вопрос никому не интересен, потому что, если судить по статистике, то у нас всего по пятнадцать тысяч игроков в месяц на Among Us, но пятнадцать тысяч игроков — олё, добрый день. Это тоже много. Поэтому эта информация специально для вас. Тем людям, которые по ночам заходят, играют. У нас реально люди сидят с друзьями, играют в определенное время в Among Us. После всех фастинкаток и так далее. Это очень круто. Респект вам. Когда снимешь обзор на F90? Знаете, это то же самое, что снимать обзор на Mirage или как раз скидку делать на Mirage. Это уже сняли все. Поэтому я ничего нового не расскажу про F90. А вообще, я вам могу рассказать небольшой инсайд. Я 25 июня уезжаю из России, поэтому эта машина скоро пропадет из моей коллекции, из одной машины. А, нет, вторая тоже есть с Жигулей. Она у меня всё ещё стоит. Она у меня всё ещё стоит. Такие вот дела. Где я буду находиться дальше, я ещё не решил, но есть некоторые варианты. Есть один страх перед Valve и могу куда-нибудь вас закрыть. Хоть завтра, хоть сейчас. Вот я записываю ролик, мы в блоке. Связаться с Valve это как связаться с Путиным. Очень сложно. Поэтому мы ничего не знаем. Знаешь, вот честно, это вот прям пугает. Нанимаешь столько сотрудников, делаешь... Что это за музыка? Можно Коле даже не заниматься поиском музыки, она есть. Очень, очень страшно. Очень страшно. Правда. Можно получить бан за всё подряд от Valve. Они даже ничего не объяснят. Они показали на примере изменения ников. Они дали бан без нового правила. Просто дают бан без предупреждения. Но эта политика неадекватная. Поэтому мы каждый день работаем в страхе и в риске, что Valve против нас. Даже вспомнив ту ситуацию с перезаходом в CS, это просто... Они убили наш онлайн на процентов 10. Потому что некоторые люди не хотят перезапускать игру. Из-за этого мы запустили систему Light серверов, где не нужен перезаход. Очень, очень спорная ситуация с Valve. Правда. Я, наверное, больше всего хочу в жизни это с ними связаться. Хоть просто через 50-е рукопожатие, но хоть как-то с ними общаться. Потому что нужна уверенность в том, что все эти сотрудники, которые работают, они останутся с зарплатой. Потому что мы им пообещали, что будет всё хорошо. Очень, очень спорная ситуация. Правда. Как тебе Атака Титанов нравится? Я, наверное, могу вам сказать так. Это лучшее аниме, которое я смотрел. Это моё единственное аниме. Но я уверен, что я больше ничего не найду интереснее. Серьезно, если быть анимешником, то только таким. Это очень хороший сериал. Эрик, расскажи, откуда у тебя столько скинов? Неужели KS Fail? Спрашивает Escape BTV. На самом деле, я очень часто практикую скамерство. Поэтому, если я вам пишу где-то через фейковый аккаунт, дай мне скины, если я запишу в ролик, это обычно я. Поэтому я так зарабатываю. Осуждать меня не нужно. Ситуации бывают всякие. Небольшая рекламная интеграция. Сейчас мы на сайте KS Fail. Я поставлю 10 долларов сейчас на коэффициенты X2. И посмотрим, что выпадет. Буду думать, что мне выпало. И сейчас я 20 долларов ставлю ещё раз на X2. Так, и у меня крутится, крутится. И да, мы снова забрали. Если что, я сейчас покажу вам на экране мой промокод. Вы можете активировать и получить 25% на себе на баланс. Это сайт рулетка по скинам CSGO. Поэтому ссылочку оставлю в описании. Вы можете попробовать. Если что, я сейчас записал эту интеграцию, не видя вообще никакой ставки и никакого сайта. Поэтому я попробую синхронизировать и посмотреть, что получится. Пока у нас не выходили ролики про вопрос-ответ, мы сегодня не только калач-карту, но ещё и дворец Гейба. Вот. И были вопросы, обращались ли кто-то свыше из-за этой карты. Были какие-то проблемы из этой карты, из-за дворца. К счастью, ничего нет. Всё обошлось. Мы, главное, туда не ставили какие-то режимы, которые могли бы вызвать некоторые сомнения. Всё было мирно, Among Us. И в целом проблем не было. Насчёт, кстати, хайпа этой карты. Она нам дала 300 подписчиков вроде в Твиттере среди европейской аудитории. Это уже хорошо, есть плюсы. Дала она немножечко хайпа Among Us. У нас был X2 онлайн на Among Us. И он, конечно, утих. И, понятное дело, мы ушли на это. Мы знали, что это не хайп тема. Она будет только моментами, чуть-чуть плюсом для нас. Поэтому всё получилось. Конечно, хотелось чуть-чуть больше, но почему бы и нет. У нас есть ещё много идей, которые мы реализуем. Я не люблю обещать, понятное дело. Но я пообещаю, мы запускаем новую дисциплину. Мы сейчас её обдумывали, придумывали, сделали уже карты. И уже почти всё готово для того, чтобы её зарелизить. Но, чтобы это сделать красиво, нам нужно ещё время. Что такое новая дисциплина? Это не просто новый режим какой-то, ретейк. Это новая игра. То есть, там будут свои звания, там будет свой матчмэкинг. Это не стрелялка. Вот могу сказать одно. Это не стрелялка. Но это будет в КСе, понятное дело. Поэтому ожидайте. Я думаю, что к июлю, к августу это будет опубликовано на Сабершоке. Только на Сабершоке это будет эксклюзив. Вот. Что с твоей командой? Ты как-то активно начал называть прецедентов и вдруг пропал. Я бы хотел ответить на этот вопрос впервые. Но это уже не впервые. Я уже в третий раз отвечаю на этот вопрос. Команду я больше не продвигаю. Я больше ею не занимаюсь. Потому что мне не повезло со всеми обстоятельствами. И я понял, что мне это пока не нужно. Всё дело касается финансов. Правда. Как бы ни звучало, но без финансов ты какашка. Ну, серьёзно. Какие бы проекты бы ты ни делал. Всегда ограничения в бюджете. И это ограничение в бюджете не просто типа зарплату не выплатить. Ты вообще... У тебя ничего не получится. Очень сложно. Нужно всегда брать инвестиции. Я не хочу брать инвестиции. Поэтому я хочу тратить свои деньги. А чтобы это делать, нужно развивать свои проекты. Поэтому от Сабершока будет капитал. То есть Сабершок это по сути моя инвестиция. Сабершок даст возможность заниматься всем тем, что я хочу. Это и команда. Это и клубы. Это и Porsche вот этот. Всё это сделает Сабершок. Надеюсь. Когда будет Bootcamp той самой легендарной компашкой. Помните ролик Bootcamp в квартире? Он собрал миллион просмотров. Мы хотим повторить. Поэтому я думаю, что в течение двух недель мы это сделаем уже в другой квартире. Вопрос в говно. Но почему на Кибершоке на прошлом DM у меня при макс количестве игроков 150 FPS на Pistol DM с макс игроками 300? Всё дело в том, что на Pistol DM меньше выстрелов. И это объясняет всё, что ты меня спросил. Как насчёт проведения своего LAN-турнира? Это очень хорошее событие. Я уже запланировал, как приеду в Питер запишу LAN-турнир с прокачкой ПК. Что это значит? В итоге я беру пять игроков. Фандер, Стейзи, Мэйзи и пятый игрок Чай. И мы идём играть в турнир пять на пять. Уверен, что у нас что-то получится. Ну, хоть выйдем из группы, надеюсь. Как тебе идея сделать на сайте подбор тиммейта или кто хочет сформировать команду? Я по своему опыту скажу. Я уже играю в эту игру около шести лет. Эта система не работает. Ты через два дня с этим человеком не будешь играть. Это должно происходить по-настоящему. Ты должен находить этого человека в катках, пообщаться. Правда, это не работает. Я советую искать себе напарников в команду в приложении Hornet. Это неплохое приложение, поэтому можете воспользоваться. Ещё стоит цель 10 тысяч онлайна увидеть на Сайбершоке. Да. Очень странно, что я говорю Кибершок, Сайбершок. Я не понимаю. Я не могу определиться, что правильно. То и то хорошо. Но выбирайте сами. То и то понимают люди, поэтому в этом нет никаких проблем. Насчёт онлайна 10 тысяч. Я думаю, что к сентябрю у нас будет 10 тысяч рублей. Верное утверждение. Если бы Сайбершок создавался изначально в Европе на английском языке, то это было бы намного круче и прибыльнее. Могу сказать процентом 99%, что это не так. Во-первых, если бы не мой канал, этот проект бы не выстрелил. Он априори мёртвый. Эта сама идея, она очень сложная. И её никто не делал до этого в таком большом размере. Можно сделать проект локальным на 300-400 человек. Это от силы. Максимум получалось сделать онлайн, это у Brutal OKS. У них сейчас онлайн 900 человек. В течение 16 лет они добивались этого онлайна. У нас было 900 человек спустя вроде 3-4 месяца. Поэтому это очень сложно. И если бы не канал, если бы не такая большая база, такого бы не получилось. А в Европе меня никто не знает. Нас никто не знает. И там очень всё сложно. Сейчас мы даже не пробовали попадать в Европу адекватно. И это очень интересно попробовать. Поэтому всё это в процессе, всё это будет. Я очень надеюсь, потому что это настоящий интерес. Как это всё работает в Европе. Потому что другой менталитет, другие люди, другие, понятное дело, заработки, другие траты. Поэтому будет всё очень интересно. Поэтому ответ на твой вопрос точно нет. Нужно было начинать с России. Это 100%. На этом я думаю, что есть смысл закончить. Спасибо большое, кто посмотрел. Кстати, вот на этих словах люди выключают ролик. Я просто смотрел по статистике, удержание. Вот когда я говорю на этом всё, всё, люди выходят сразу. Ты остался. Это хорошо. Если тебе интересно, что я делаю, что я обсуждаю, все мои мысли вслух. Пожалуйста, подпишись на мой грёбаный Телеграм. Он у тебя на экране. Эрик, сука. И всё. И ты будешь знать вообще, кто я такой и где я нахожусь. Ну и плюс Инстаграм. Я ВКонтакте не занимаюсь, по сути. Там постят за меня всё. А вот Телеграм, Инстаграм сейчас я этим занимаюсь. Вот на этом моменте осталась только лучшая аудитория. Поэтому я вам скажу так. Вы лучше и спасибо, что вы мне доверяете. Я очень рад, что есть такие люди. Я не могу говорить красиво и как-то благодарить вас. У меня нет этого в характере. Но мне очень приятно, потому что благодаря вам у нас получается делать то, что мы делаем. И как я и говорил, я постараюсь вас не подвести. Мы всё делаем для этого. С вами был я, Эрик Шоков. Сука, Шоков. Эрик Шоков. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok